Мой наклад называется «Евразийское древо цивилизации». Лучше микрофон, если я сейчас могу. Вот такой. «Евразийское древо цивилизации». Ну, надо сказать, что сейчас такое время, все мы знаем, что происходит на Украине, что ясно совершенно, что пришла пора осознать, что мы такое. Все наши беды, на самом деле, в большой мере, как это высказывалось и 20 лет назад, связаны с тем, что славянство как бы потеряло именно самоосознание, понимание, что мы такое и каков наш путь в этой цивилизации. И вот наступило это время. Наступило, надо сказать, что русская культура, элитарная дворянская культура, она так много дала. И особенно вот вторая половина XIX века, начало XX века. Ну, даже вот эти все имена Чижевский, там Циолковский, они заложили проходы во все области миропонимания, по сути дела. И нам сейчас на фоне вот этого информационного бума остается только развивать вот это заложенное. В том числе, надо так сказать, о евразийцах. Евразийцы, Ставицкий, Вернацкий, они, оказавшись, это русская наша элита, оказавшись за границей, осознали четко сразу, почувствовали вот эту разницу мировосприятия западного и восточноевропейского. И наша задача сейчас, ну вот уже сегодня об этом Анатолий Илья Викторович говорил, а наша задача сейчас именно на фоне инновационного бума углубить и есть такая возможность понимания, что такое Россия, какова ее роль вот в этот переходный период, в переходный для нашей цивилизации период, на чем основаны вот многочисленные предсказания Ванга, Ностердамус и так далее о какой-то роли России в этот период. Вот, собственно, на это и направлена как бы моя работа. И я начинаю с, вот тут видно, значит, с курганной гипотезы. Она более-менее общепризнана, и мы знаем, что на основе этой курганной гипотезы сейчас в 13-м 4-м тысячелетиях до нашей эры праиндоевропейские племена занимали обширную территорию юго-запада евразийского пространства от Верховья Факи до Северного Кавказа и включая Северное Прочерноморье, Приазовье, Прикаспии, Преоралье. В узком смысле евразийское пространство – это пространство от Устья, Вислы, от Вислы и Немана и до Китая и Кореи. А с севера на юг – это, естественно, от Ледовитого океана и до гор. В этом плане понимали евразийцы вот наше пространство. И мы видим, что согласно курганной гипотезе, проиндоевропейские племена занимали территорию юго-запада этого пространства. И со временем это пространство расширялось. Вот карта миграции индоевропейцев с 5-го тысячелетия по 1-е тысячелетия нашей эры, 5-е тысячелетия до нашей эры и 1-е тысячелетия нашей эры. В центре – это Самарская и Среднестоговская культуры. Самарская культура – это Самарская лука, по сути дела. Далее – область, населенная европейскими народами в дальнейшем. И знаменательно, что в настоящее время данными ДНК генеалогии подтверждено генетическое родство основной части русского населения, более 50%, значительной части населения Центральной Европы, так же, как и большей части представителей высшей касты Индии. Подтверждено это на основании распределения гаплогруппы Р1А1. Вот это вот второй рисунок показывает это распределение. Мы видим Индию, мы видим Восточную Европу и Центральную Европу, частично, значит, Северную Европу. И это родство, так сказать, научно, оно продолжается, где-то указывается, что это родство имело место примерно 3000 лет до н.э. Имеет корни с периода 3000 лет до н.э. Показательно также в этом отношении тесное родство санскрита и русского языка. В настоящее время, благодаря главным образом обобщению работ советских археологов, известно, что на протяжении тысячелетий Верхнего Палеолита и Мезолита на территории Русской Равнины существовали поселения современного человека в количестве на порядок, превышающем аналогичные поселения в любом другом районе. Вот, пожалуйста, таблица, где показано, значит, в различные эпохи, в различные хронологические периоды количество поселений в различных областях Центральной России. И мы видим особенно много поселений, скажем, Мезолит, по сравнению с другими районами. Причем ведь известно, что эти поселения относятся к поселениям современного человека. То есть Костенки нам доказывают, что это одно из древнейших поселений современного человека, если не самое древнейшее, это 40-45, по некоторым данным, и 50 тысяч лет до нашей эры. А вот заглядываем в Википедию и смотрим. Курганная гипотеза и дальше, значит, другого рода альтернативные гипотезы. И гипотезы, которые и там анатолийская гипотеза, среднеевропейская, другие. Но совершенно не говорится о роли вот этого пространства восточноевропейского в развитии современного человека. По-видимому, в период детства человечества лесные и луговые пространства Севера в силу ряда причин, среди которых, с одной стороны, обилие биомассы, возможности строительства укрытия и сбора диких злаков, а с другой стороны, постоянная потребность формирования трудовых навыков и объединению усилий людей при сезонных и климатических изменениях оказались благоприятны для развития человека современного типа. И мы знаем, действительно, биомасса была на протяжении тысячелетий, особенно, видимо, в период таяния ледника с Востока, масса, то есть большое количество биомассы. Недаром водились стада мамонтов, бизонов, шерстистых носорогов, пещерные медведи, лошади, олени. То есть это всё травоядные животные, копытные животные, которым необходимо, но мамонту, мы знаем, необходимо 300 килограмм, по крайней мере, вот такой вот, такого рода пищи в день. И человек, надо сказать, был, естественно, в ту пору совсем другим, совсем не так, как представляется в наших, в наших этих самых, скажем, школьных учебниках, вот я смотрю, там, четвёртый класс, то есть что человек был враждебен, он признавал своим, другим людям, он признавал своими только ближайшую семью, ближайший род. Вот на этом пространстве, где было изобилие всего, что нужно человеку в ту пору, и не так было, ну и плотность была средняя, но, как мы видим из этого графика, практически вся территория 40 тысяч лет назад даже была заселена, но, так сказать, всегда не было такой большой плотности, как сейчас, скажем, в Европе или в Китае. Вот, и это приводило совсем к другому мировосприятию, и человек был другим, он был ближе к природе, он очищал вот этот вот тонкий мир, он знал очень много, то, что нам сейчас остаётся только вот так вот интерпретировать через символы и развивать все эти представления и осознавать их. то есть, ну, скажем, вот то, что в славянстве это правь, нач и явь, то есть люди чувствовали вот этот вот тонкий мир окружающих их и знали, что такой свет, что такой белый свет, так сказать, куда уходит человек, и всё это прекрасное имя не просто знали, они это знали, они это чувствовали, это было их, ну, что ли, мировосприятием, и человек был, поскольку он был ближе к природе, он легче переносил все эти, так сказать, природные трудности, он напитался в основном, конечно, то есть он был ближе гораздо к вегетарианству, вот, к тому, что обозначено, скажем, про гипергавалею в мифах, то есть в легендах Древней Греции, что там люди питались два раза, там, это два раза в год созревали плоды, то есть к этой реалии гораздо ближе, надо думать, был человек, и он же формировался именно как растительно-яльное существо, то есть на русской равнине было в ту пору всё, что нужно для развития было в детстве человечества, в период матриархада. Полагают, что пространство – это не только территория, но и сила, влияющая на человека, обуславливающая его взгляды на мир и поведение. Общурнейшая равнина планеты, способствующая развитию человеческого сообщества в ходе напряжённой трудовой жизни, как будто судьбой была предназначена для формирования в детстве человечества отношений взаимопомощи в противостоянии природой, длительной не соперничества и вражды, длительный зимний период обуславливал погружение во внутренний мир, а затем устремлённость к весеннему обновлению. Бескрайняя равнина и беспредельное синее море, небо над головой, сравнительно небольшая плотность населения истали, способствовали потребности в человеческом душевном общении, независимо от расстояния, и расширению сознания до общемирового. И мы знаем, что качество гостеприимства, душевности, приветливости остались присущими нашему населению до сего времени. В дальнейшем, в связи с изменениями климата, естественно, что более благоприятными для развития к производительному хозяйствованию оказались лесосепные просторы Евразии. То есть всё тут было рядом для развития человечества. И что привело к атаку активной части населения с севера. Евразийский район стал в ту пору естественным эволюционным центром мира. Приток, обладавшего трудовыми навыками выживания, общинности, всеприятия пассионарного населения с севера, обусловили широкое распространение семян северной евразийской культуры и, как многие исследователи признают, способствовали проявлению более южных культур. Новые пространства, ландшафты, изменения уклада в взаимодействии с местным населением стимулировали изменение мировосприятия, проявление личностных качеств племён и народностей, разделение языков и формирование в дальнейшем народов, наций и этносов. И наимоле успешно этапы посева, вегетации и прорастания евразийских семян проходят в Древней Греции. И мы знаем, что начиная с XIX столетия до настоящего времени исследователи, тогда уж Воланские, Берджик Грозный, Горнунг, Гриневич, Галина Григорьевна Котова и другие, неоднократно демонстрируют связь между древними языками Средиземноморья и славянскими языками. Можно сказать, что славянским народам, в первую очередь русскому народу, исторически было дано в наибольшей степени сохранить присущее детство человечества, обусловленное пространством восточноевропейской равнины, исходное мировосприятие и, соответственно, архаичный, правополушарный характер языка. Этому способствовало проживание в течение тысячелетий и веков на материнской территории или перемещение на территории близкие по характеру и сохранение традиции земледелия. В основе славянского мировосприятия ценностного генома славянства традиционно имели место не воинственные отношения к соседям, стремление к общественному объединению лишь при наличии внешней угрозы и попытке использовать лесные пространства для бесконфликтной жизни в контакте с природой. В Европе же на протяжении веков и тысячелетий многочисленное прославянство было не ярким фоном проявления других народностей, объединение и агрессия и агрессивные подвиги которых оказались в первую очередь отражены официальной историей, как историей войн. После распада Римской империи и времени средних веков начинается активный рост западной ветви цивилизации. Здесь, на сравнительно небольшом пространстве, в условиях жесткой конкуренции с соседями, когда постоянно востребованы качества прагматизма и рассудочности, постепенно образуется порядка 30 государств и формируется мир восприятия, направленное на освоение и подчинение внешней среды. Во второй половине второго тысячелетия западная ветвь цивилизации окончательно проявляется и решается основная ее задача – развитие интеллекта. Рассудок и практицизм, или, говорят словами Агни-Йоги, мозг и воля сделались оплотом Запада. Интеллект имеет большие заслуги в деле развития цивилизации, науки, разного рода прикладного знания. Но интеллект есть начало, разъединяющее в человеке. В силу мужского, янского характера цветов этой ветви цивилизации и достижения технического превосходства западный вес страны утверждает свои порядки по всему миру. Процесс развития восточной ветви проходил иначе. Здесь проявилась красочная культура, устремляющая человека к самосовершенствованию. Восточные военные техники, медицина, музыка – все связано с тонким, внутренним, энергетическим уровнем организма человека. На Востоке возник целый ряд духовных учений. Ясно, что в плане культуры, если Запад – аналог левого полушария, то Восток – правого. А на севере Евроазии формируется одно российское государство. Потребность в общей евразийской государственности, предполагавшей объединение в восточно-западном направлении, как полагали теоретики евразийства Советский, Трубецкой, Вернацкий и другие, имела место на протяжении тысячелетий и реализовывалась неоднократно, считая Скифа, Сармадские, полуземледельческие хозяйства, государства, община племенного устройства, затем Тюрк-Монгольские ханства и, наконец, Россию. Вот, так сказать, вот две еще картины. Два рисунка, Великая Скифия, Великая Скифия и потом еще один рисунок. Заметим, что геополитический фактор протяженной, неразделенной географически, континентальности евразийского пространства исторически исключает устремление активной части населения к распространению влияния на заморские просторы. Таким путем пошла Западная Европа. Особенностью евразийского мировосприятия является признание права каждой народности на свою культуру и обычаи при отсутствии намерения навязывания определенного образца. Здесь исторически не возникало противостояния индивидуальностей, формирующихся народностей друг к другу, подобного вековым противостояниям славян, англосаксов, французов в Западной Европе. В сознании людей важное место, как правило, занимали социальное служение, общественные интересы. В основе государственной власти синдос народа власти и способствующей духовной целостности народа верховного идейного руководства. На протяжении веков, вспомним периоды наполеоновской, немецкой экспансии и другие, русское государство проявляло себя как сила, возвращающая стабильность Европе и шедшая навстречу тем, кто уповал на ее помощь, исходя из нравственных и духовных интересов. На уровне нации нет такого другого примера. И вспомним высказывание Гоголя «Россия несет братство людям». Таким образом, центр Евроазии, где были корни цивилизации, исторически выполнял и выполняет роль ее центрального ствола. Итак, рассмотрение древа цивилизации свидетельствует об его однобокости в настоящий период, обусловленной янским, ментальным, индивидуалистически-потребительским характером западной ветви. Внешняя направленность этой ветви цивилизации, ее приземленность поставили человечество на грань катастрофы, разъединяя потребностью удовлетворения эгоистических желаний. Развитие восточной ветви на данном этапе – это гармонизация полушарий мозга человека, раскрытие духовных способностей, использование высших, психических, всех его потенциальных возможностей и постепенный переход в физическому существованию, главным образом за счет потоков поглощения излучения человеком космической энергии, то есть автотрофтности. Примеры такие мы знаем, в мире уже десятки, а может быть и сотни, и тысячи людей, которые питаются очень мало, которые переходят на питание, так сказать, гораздо более-менее обремененное, вот так сказать, на более легкое питание праной. Таких примеров много, и, кстати, напомню, в нашей стране живет, и я недавно с ней говорила по телефону, замечательная женщина моего возраста, Зинаида Баранова, она, значит, с 2000 года, или с 99-го примерно, не ест и не пьет, но какая у нее энергетическая сила. Вот я поговорила с ней по телефону, она меня не помнила, конечно, но через 10 минут я почувствовала такой поток, совершенно необычный прилив вот такой чистой энергии благодати, любви, гармонии. Вот такая сила в этих людях. Недаром, говорится, исцелись сам, и вокруг тебя очистись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Вот в этом наше будущее. А как раз вот на днях я еду в лифте, мальчик вошел, и почему-то я его спросила, что ты веришь, ну, значит, в магазин речь зашла, бежал он в магазин. Я говорю, а ты представляешь, что людям скоро в будущем не нужно будет вот так вот много кушать? Он говорит, да-да, будут таблетки. То есть вот уклон техногенной нашей цивилизации на таблетки, искусственные органы. А на самом деле нужно возвращение к нашему детству, к естественному контакту с природой. Этот процесс будет способствовать, значит, процесс автотрофности будет способствовать уменьшению степени паразитирования человечества на теле планеты и выравниванию экологической ситуации. С другой стороны, технические и научные достижения, как и общепланетарные беды, сейчас последнюю картиночку покажу. А где она? А, значит, нету. Значит, только скифия. Так, с другой стороны, технические и научные достижения и общепланетарные беды содействуют в настоящее время распространению ощущения единства общего дома и возвращению мировосприятия присущего детству человечеству в колыбели центра Евразии, в которой исторически сохранилось это мировосприятие на территории России. И населению евразийского пространства отведена важная роль в осуществлении этого процесса, ибо Евразия отличается от Запада поисками смысла жизни и духовности, и, как показано, представляет собой ствол цивилизации. И важнейшая задача в этом плане осознание русским этносом, другими евразийскими народами, многотысячелетней историей своей общности, объединенной благодаря евразийскому пространству едином мировосприятием. В этом основа национальная идея России, всех евразийских государств, в том числе других восточнославянских. Именно на понимании, и вообще славянских, именно на понимании издревле заложенных особенностей евразийского пространства и мировосприятия населяющих его народов, естественно, основываются стратегии экономики и политики нашего государства и других этих государств. Способствуя самореализации каждого человека и тем самым, естественно, демографическому подъему, самосознание русского этноса и славянских народов неизбежно приведет к укреплению центральной части древа нашей расы и его корневой основы. Это обстоятельство, в свою очередь, будет способствовать опылению цветов в восточной ветви и появлению плодов разума и чувства человечества шестой расы. Таким образом, может быть реализована неоднократно предсказанная миссия Руси при переходе человечества на духовный уровень сознания. Спасибо за внимание. Спасибо. Еще есть шесть минут, поэтому есть возможность на вопросы ответить, поэтому подготовьте вопросы. Я просто некоторые моменты прокомментирую. Очень интересный доклад. Большое спасибо. Поделитесь таблицей, вот сколько поселений, в какие места очень интересны таблицы. Только единственное, я хочу обратить внимание следующее, что русские – это четыре племени славянских, чуть, словения, кривичи и весь присвоили себе право называться русскими. Русия на санскрите означает «светлый», а люди на поморском диалекте русского языка означают «чистые». Поэтому светлые, чистые – ими еще надо стать. И на самом деле слово «русия» – это название высшей варны в древности. И известных русских всего было семь. Они запечатлены в образе большой медведицы. Семь человек, они перечислены в ведическом знании. Поэтому славянам, для того, чтобы именоваться русскими, это как бы был аванс дан исторический. А вот сейчас как бы будет подтверждаться, есть такого права или нет. Чтобы убедиться в этом, очень просто. Аристей Проконесский – это VII век до нашей эры, это ровесник Гесиоды и Гомера. Именно он первый рассказал, в какой последовательности живут люди. Это еще за два века до Геродота. И он сказал так, что сначала живут скифы, потом греки придумали название «Скифы, Русь». Это уже потом, это уже через пять веков. Итак, скифы, потом и седоны, то есть длинноволосые люди, потом и ремаспы, одноглазые люди. Или, ну, сейчас их кривичи так называли. Потом гиперборейские горы, а потом уже гиперборейцы. Гиперборейцы так их называли себя. Это греческое название. Самое дефекционное название, как сейчас точно установлено, это Русь. РС или РШ. Гласных никто не знает. Вот, поэтому это аванс. И воюют славяне, русские никогда не воюют. Они настолько мудры, чтобы ни с кем не воевать. И следующий момент еще просто в качестве комментария. Просто проиллюстрирую очень хороший термин по поводу севера. Почему север? А все просто. Потому что, когда был голоценный оптимум, это известно тоже по Греции, три урожая в год было. Это известно, потому что Оливу принес Геракл из Олимпии. Олимпия – это Элида. Элида – это одна провинция Греции, в которой три урожая в год. Они считают по помидорам и по апельсинам. Во всех провинциях Греции два, а там три. Стало быть, есть основания считать, что аналогичный климат в голоценном оптимуме был в Гипербореи. Поэтому там была самая большая биомасса. И поэтому птицы летят на север не из-за того, что у них генетическая память, а из-за того, что там быстрее всего при благоприятном температурном фоне можно воспитать птенцов. Примеры. Если взять эквивалентные года в районе Печоры, это север России, ну вот если примерно теплое лето, то урожайность ячменя будет 120 центнеров с гектара, минутку, 120 центнеров. А при той же температуре в Пятигорске будет порядка 8-10. Там уже слишком жарко будет. Поэтому биомасса в несколько раз превышает на севере. Поэтому север – более благоприятная вещь. Отсюда это является основой, почему там быстрее развиваются люди. И поэтому институционное начало возникает именно в северных странах больше, чем в южных всегда. Поэтому южные страны всегда едят, пьют фиесты и так далее, как говорит наш вице-спикер российского парламента. Пожалуйста, вопросы. Очень интересный доклад. Спасибо большое. Так, пожалуйста. Алла Борисовна, у меня вопрос такой. То, что вы сказали, да, конечно, интересная наша история, но несколько противоречит, тут капится в последнем своем, очевидно, невероятное, на вопрос, что важно для нашей страны, ответил энергия и еда. Не думайте, что все будут питаться воздухом. Все зависит от того, сколько человек отдает в еду. Отдает, да, конечно, конечно. Ну, естественно, процесс идет постепенно. Нет, но это в качестве меткой метафоры будущего, футурологической. Ну, потом, вот ваш грант, я помню, американский, с предметами русичей, вы докладывались у Анатолия Павловича Смирнова. Так что здесь, кто плохой, грант или русич? Нет, мы уже этих русичей не видим вот таких лиц. То есть это было много веков назад, так я только что сказал, что русичей никто и не знал, кто это. Это была спекуляция, чисто просто не знаю. Ну, давайте так, это было когда-то, в этом докладе этого не было. Идет о Герасимове, который написал. А, ну да, ну это известно. Антропологические образы русских. Нет, ну это антропология, тут какие споры. Да, все довольно перемешано, и даже наш Крым, вот сейчас в публичке, большая выставка, кто только через этот Крым не шел, и хазары, и полосцы там, масла, и скифы. Прошли все фактически национальности. Ну, вторая, кто там у нас? Игорь Сиридов, и вторая мировая война, правильно? Вопрос, вопрос. Есть или ипорский? Нет, ну это выступление, это не вопрос. это не вопрос. В плане, вот как говорится, пути для нынешней России. Почему трудно? Тем, что было много лета, это вопрос, да. Ну, вы же видите, вторая мировая война вокруг Ялтинского дворца, расселена ветеранами войны, и с женами, правильно? Коттеджи все, то есть, каждое поколение вносит свою лепту, и вряд ли кто-то будет восстанавливать то, что было много веков назад. Никто никого не спросит. Будет идти все так, как положено. Какой? Я могу ответить? Нет, это комментарий просто. Да, нет, это вопрос, это вопрос, да. Будем ли мы жить лучше при коммунизме? Будем ли мы жить при коммунизме? Ну, или это, да? Ну, так, утрирую. Сергей Петрович Капицы вырос в Лондоне. Спасибо.